Второй вопрос. Это маршруты больных, возможности их обследования, лечения. Ну, короче говоря, где эти больные, куда должны были, должны направляться в онкологические, специализированные центры или вообще в любые, хирургические или там другие. И, наконец, последний вопрос, на который, я думаю, ответит Светлана Анатольевна, это доступность фармпрепаратов, способы преодоления трудностей, в том числе и представителей компаний. Но поскольку представителей компаний я не вижу, они решили на этот вопрос не отвечать. Поэтому давайте мы перейдем к первому вопросу. Здесь, если, скажем, фундаментальные онкологи, ну, типа, ну, не типа, а именитов, говорит о том, что, в принципе, скрининг может быть использованием новых технологий, генетических и так далее, он оправдан. Давайте мы вот послушаем и тех, кто за столом, и, может, тех, кто в зале, как вы считаете, может быть этот скрининг, насколько он оправдан в наше время, насколько есть возможности реальные проводить этот скрининг. Заранее хочу сказать свое мнение, пусть оно не будет определяющим. Я пока не вижу условий для реального скрининга в нашей стране. Хотя то, о чем мы говорили сегодня, в перспективе это, наверное, можно. В той или иной степени мы занимаемся скринингом других локализаций. Зная реальное состояние дел в нашей стране скрининга, не представляется. На этом этапе скрининг медулярного рака щитовидной железы вряд ли. Это я высказываю свое мнение. Пожалуйста, может, кто-то имеет и другое. Пожалуйста. А когда мы Арсений Андреевича попросим, вот этот центр посчитает необходимым, если я правильно понимаю, у всех пациентов, которые имеют грузовые щитовидные железы, определяет кальцитонизм. Я правильно понимаю? Да. Какая доля потом там выявляется медленная локализация? Глеб Михайлович, вот тут я должен с вами поспорить. То, что ты сказал, это не скрининг, это попытка раннего выявления. Скрининг – это выявление опухолей у людей, которые не имеют никаких внешних изменений. А скрининг – это мы путаем. Мы иногда путаем скрининг и выявление. Очень много в статистике нашей онкологической, так сказать, некоторые республики, там, чеченские и так далее, мне пишут, что они выявили активно 70% или там 50%. Скрининг – это человек здоровый. Там никаких образований нет. А то, что мы будем спрашивать, это тогда, когда есть какое-то, это уже не скрининг, это дообследование и выявление. Поэтому мне бы хотелось, чтобы понятие скрининг, мы все понимали, что такое скрининг и с чем его едят. Поэтому если… Не, не, на самом деле, именно в конве вашего ответа я ровно об этом хотел сказать, потому что длительное время мы обязательно определили кальцитонин только у фолликулярных опухолей. Рекомендация по части исследования кальцитонина всех пациентов, которые направляются на операцию, вне зависимости от патологии. Ну, собственно, это уже результат проекта национального консенсуса полечения медулярного рака. Это не так давно началось. И, естественно, скрининг у пациентов первичного, когда мы ездили на диагностическом мобильном установке «Тиробус», когда мы обследовали район Ленинградской области, Новгородской, мы тогда скрининг на кальцитонин поголовный не проводили. Поэтому сказать о реальной проценте заболеваемости в голом населении сказать нельзя. Но вот хотелось бы добавить, что когда мы говорим про семейные формы медулярной карциномы, и особенно про те, которые входят в синдром МЕН-2Б, в Германии основными поставщиками этих пациентов являются детские стоматологи. И если нет просветительской работы с детскими стоматологами, эти дети не имеют шанса попасть на генетическое типирование до развития болезни. И вот на мой взгляд, на самом деле, это та группа врачей, с которыми можно найти язык общий, потому что фактически они могут спасти жизни этим детям. Спасибо. Все понятно. Спасибо большое. Дело все в том, что мы ведь еще забыли одно слово очень модное в наше время, когда многих не было здесь. Общая диспансеризация, так сказать, поголовная. И так далее. Но это, ну как, это у нас было и так далее. Но скрининг это и там есть. Какие еще будут мнения? Кто бы сказал, да, пожалуйста, Андрей Алексеевич. Я думаю, что вы у нас... Говоря о скрининге в отношении рака щитовидной железы, ну давайте так разделим высокодифференцированный рак щитовидной железы и медулярный рак щитовидной железы. Вот с моей точки зрения скрининг дифференцированной формы, он оправдан только в случае каких-либо чрезвычайных ситуаций. Ядерных инцидентов, атомной войны, не приведи Господи, вот, техногенных катастроф и так далее. Значит, вот данная тема очень долго и тщательно разрабатывалась в рамках нашего центра. И ваш покорный слуга отвечал за направление по детскому раку щитовидной железы Чернобыльской. Нами были проезжены практически все грязные зоны. Там действительно был проведен активный скрининг выездными бригадами. Там действительно были выявлены, ну если не 100%, ну, наверное, 95% активно были выявлены детские раки щитовидной железы, чернобыльские раки. Вот этот скрининг был оправдан. Всех школьников прогнать через ультразвуковой аппарат в городе Санкт-Петербурге, я думаю, что это будет просто хороший способ отмыть деньги. Спасибо. В отношении медулярного рака, опять же, если это спорадический медулярный рак, ну, насколько действительно сейчас часто это заболевание, насколько, какова заболеваемость, чтобы вводить для этого заболеваемое скрининг. То есть здесь как-то вот та тактика, сложившаяся к настоящему моменту, выявление узлового образования, либо имеющего симптом, либо случайно, и дальнейшая раскрутка его в плане уже морфологической верификации, вот это вот наиболее оптимальный путь. Ну, а про МЕН-2 сказал коллега прекрасно. Я хотел бы еще добавить, коллеги, ведь при определении скрининга, при решении тех и иных вопросов учитываются очень многие обстоятельства. Частота заболеваемости, так сказать, экономическая эффективность от тех исследований, которые будут делать. Так вот, учитывая наше вот это, ведь, кто сказал, вы сказали орфанное заболевание, да? Учитывая то, говорить о скрининге, ну, это даже, извините, не совсем корректно. Поэтому, если вы не будете спорить, давайте перейдем ко второму вопросу, оставим скрининг нашим потомкам. Можно? Фразу о детских стоматологах. Какое-то? Идет речь, нет. Лев Михайлович, сейчас, одну секунду, я говорю. Лев Михайлович, сколько вот, Андрей Алексеевич, экономический этот скрининг и эффективность его медицинская, они абсолютно не оправданы. Вот честно, вот почитайте хотя бы. И это есть уже, это не мы. Сегодня в мире существует несколько локализаций. Рак молочной железы, даже рак легкого нет. Колоректальный рак, предстательная железа, кстати, напомню, все мужчины после семейности решили отказаться скринингой и так далее. Все остальные, даже рак легкого, который так не близок, еще никто не доказал, оправдан ли и целесообразен. Мы сейчас пытаемся что-то, а все остальные, орфанные заболевания, говорит о скрининге, посчитайте, сколько есть опухолей. Если мы начнем, ну это не серьезно, нас организаторы здравоохранения обсмеют, и это будет право. Я совершенно согласен. У меня было мнение, давно сформировавшееся относительно скрининговых программ по раку щитовидной железы, абсолютно несерьезно говорить. И даже те данные последние по генетическим исследованиям и другие исследования, которые получают от экспериментальных онкологов, которые мы получаем на уровне, клеточном уровне, не дают нам возможности сегодня говорить, это слишком дорогостоящие и далеко не идущие моменты. Мы прекрасно с вами знаем, что есть группы повышенного риска, вот с которыми можно совершенно спокойно работать, куда входят, да, и больных, которые получили лучевую терапию на область головы и шеи, откуда и вышла вот эта вот работа относительно чернобыльской катастрофы. Это женщины, конечно, это не скрининг, это группы повышенные, это все. Поэтому я не вижу никакого резона продолжать этот разговор, наверное, в настоящее время. Есть ли люди, которые все-таки не согласны с этим примером? Мы, нет, таких нет. Алексей Степанович, можно я еще скажу? Нет, я не против, я не о том говорю. Вы знаете, у нас есть хороший опыт в онкодиспансере проводить день меланомы. Вот, и я думаю, что такие дни, по идее, должны проводить не только меланомы, по другим локализациям. Ведь у нас медицинская помощь, несмотря на то, что есть у нас много поликлиник, но она остается недоступна для многих категорий. Не идут почему-то больные. Понятно, почему в поликлинике не идут, потому что не видят там помощи надлежащей. Может быть, поэтому здесь вот проводить какие-то дни определенные, не знаю, день щитовидной железы, как угодно назовите. Но не будут эти больные оседать у стоматологов, а в другом месте. Сейчас, одну секундочку, коллега, сейчас, одну секундочку. Дело все в том, молодые, юные... Это не скрининг. Нет, нет. Был в Советском Союзе, если вы помните, Ростов был первым, потом в субботу выделяли, так сказать, бесплатные все, приходите люди, всем мы будем. День меланомы. Светлана Анатольевна, поверьте, я давно работаю. Мы можем говорить. А если мы возьмем количество меланом, выявленных в этот день, и количество меланом зарегистрируем, мы улыбнемся. Поэтому, чтобы не продолжать эту дискуссию, если можно, только очень буквально... Я второй раз, и опять очень коротко, да. Значит, в институте Герцена проводится не открытых дверей, по субботам, бесплатно, врачи все выходят, раз в месяц. И, как вы уже все знаете, неделя ранней диагностики, которая проведена вторая в нашей стране. Совершенно верно. Я совершенно вас поддерживаю. Потому что больные должны знать, куда и можно обратиться. Сегодня пятница. И давайте мы все-таки перейдем ко второму вопросу. Я благодарен тем, кто сидит. И сейчас, и потом, потом. Женя. Не дают, не дают. Нет, 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 ну, ребята. Женя, давайте перейдем к второму вопросу. Маршруты больных и возможности их обследования и лечения. Вот здесь сидят люди, работающие в столичных городах. Здесь люди в северо-западном, так сказать, городах периферийных. И я не говорю о сельской местности. Скажите, пожалуйста, вот мы постоянно говорим о том, что онкологические больные, мы с Чисовым и с Моисеевым написали в свое время в медицинской газете статью, где должны лечиться онкологические больные. Мы сегодня убедились, что в Санкт-Петербурге, я просто, поскольку у нас есть, было доказано достаточно объективно, что выживаемость онкологических больных, оперированных и леченных в онкологических учреждениях, выше, чем в обычных неонкологических. Но там щитовидная железа не фигурировала. И если хотите, я могу сказать, если исходить из Санкт-Петербурга, я бы сказал, что расщитовидной железы, учитывая очень многие нюансы этой направленности, так сказать, эндокринологическую, он должен лечиться там, где хорошо диагностируют и хорошо производят оперативные вмешательства. Я, например, считаю, что в нашем Петербурге имеются два центра, достаточно таких, ну, не говоря о диспансерии, институте и так далее. Это центр Пирогова и вот профессор Роман Чишин, который тоже занимается. Мне представляется, я, может, наступаю на собственную, как бы, песню, потому что я всегда радовал на это. Вот рак щитовидной железы, у меня нет такой убежденности, что все больные, хотя мы отлично знаем, что эти пациенты получат в онкологическом учреждении более адекватное вмешательство, но с другой стороны, я бы хотел спросить сегодня и Замиру Ахметовну. Как, вот вы сейчас, как заведующий отделения, как вы считаете, вот рак щитовидной железы, вот ваше мнение, вы так, мнение, где они должны получать, какие их маршруты и так далее? Хороший вопрос, на самом деле. На самом деле, конечно же, все онкологические больные должны лечиться в онкологическом инстанционале, но если оценивать то, что делается в учреждениях города и не только этого города, лечиться эти пациенты у эндокринологов, прекрасно оперируют, тот же центр на фонтанке, который делает прекрасные операции, нельзя сказать, чтобы все пациенты с этим заболеванием оперировались именно в институте онкологии, конечно, так нельзя говорить. Другое дело, если говорить о том, как маршрутизация этих пациентов, мы немного как-то, ну, решили, в общем-то, вопрос, этот вопрос был как-то решен у нас, каким образом, вернее. Мы, у нас работают несколько клинических координаторов, молодых специалистов, которые ведут приемы, как врачи-онкологи, по районам Санкт-Петербурга. Естественно, они осматривают больных, если есть необходимость, направлены в институте онкологии. Вот маршрутизация, в общем-то, осуществлена именно этим путем. И, в частности, вот эти пациенты, которые осматриваются, со стоматологами также, у нас несколько встреч было со стоматологами, с дерматологами, с онкологами по участку, по иметься в виду районными онкологами. И, в общем-то, осуществляется маршрутизация и поступление этих пациентов к нам именно вот таким путем. Ну, а лечиться они, мы знаем своих коллег, они прекрасно оперируют. Я думаю, что все вместе. Пациентов хватит на всех, в общем-то, поэтому... И еще я хочу... Спасибо. Я хочу напомнить, наверное, немногие знают, была опубликована уже давно статья Грицмана. Это профессор Герценовского института, который возглавлял, был в течение значительного количества лет главным онкологом Москвы. И он показал, его интересные, очень важные данные, что больные, которые оперируются на периферии, ну, это было в те времена, очень многие поступали в то же институт Герцена с рецидивами рака щитовидной железы. Поэтому, если мы бы сказали, что всю, как бы, популяцию нашей страны, здесь, мне, думается, все-таки есть такие нюансы, они отличаются, скажем, от Петербурга, Москвы. Я так вижу, что один из представителей славного института имени Герцена хотел бы сказать свое мнение в отношении этой проблемы. Да, вы знаете, честно говоря, в такой высоко квалифицированной аудитории вопрос, где должны лечиться пациенты, немножко странно звучит. Приказ 944-го, 2008-го года. Онкологический стационар. Тут не может быть другого варианта. Почему? Даже берем Москву. Достаточно высокий уровень медицины, так назовем, да? Система ФМБА, где я тоже работаю до сих пор, уже 12 лет, как доцент кафедры, выполняются операции без морфологической варификации. О том, что такое тонкое и больное пункция под контролем УЗИ, общие хирурги многие не слышали. Очень часто бывает так, сейчас мы узелочек разрежем, возьмем и посмотрим. И то в лучшем случае. Огромный процент больных, по данным московского общества, 23% повреждений возвратного нерва в общем стационаре. Онкологический и эндорологический, 2,3 максимальные цифры. По-моему, здесь как бы это все достаточно понятно. Обсуждать, мне кажется, нужно вот что. Мы рассказываем о новых технологиях диагностики, молекулярных исследованиях, да? О доступности для нашего населения. Какая? Исследование РЭД-мутаций в Обнинском центре, учитывая там разные моменты, около 5 тысяч, насколько я знаю. В институте Герцена 12 делали. Снизили с 18, с большим трудом. Кто из больных, какое количество больных может это оплатить? Вот этим надо заниматься. Это нужно сейчас ставить на поток. Сейчас, по крайней мере, на всем больным... На поток чего? Конкретизируйте просто. Не вообще... Вот поступают больные в наши институты сейчас, да? Давайте жить хорошо. Нет. А конкретно? Мы... Как, куда, какие у нас есть сегодня реальные, так сказать, организационные возможности для этого, чтобы, понимаете, жить хорошо, то хорошо, а хорошо, то есть... Я говорю о том, что больной приходя... Но вы говорите... Вообще... Так мы все говорим, что онкологические больные должны лечиться в онкологических стационарах. Но если вы коснетесь реальной жизни, поймите, я 20 лет, как главный онколог, я исследовал этот вопрос. Да невозможно всех больных с округлыми образованиями в щитовидной железде, чтобы они все поступали в онкологические стационары. Не будет этого никогда. Другое дело, там, где не могут это делать, это один вопрос. А сделать так, давайте мы будем только так... Нет, потому что будут хирурги оперировать. Я не говорю, давайте мы будем делать так. Я говорю, как должно быть. Вы спрашиваете, как должно быть? Должно быть так. Есть приказ, мы здравы. По-моему, тут дискутировать на самом деле можно по-разному. Если можно... Можно по-разному. Немножко микрофон, так сказать, по-прогей. Либо, да, учреждения лицензированные на онкологическую деятельность. это все правильно. Такой приказ есть, и мы должны его выполнять. Но многие, к сожалению, не выполняют. Я совершенно полностью согласен. Так, пожалуйста. Уважаемые коллеги, да, я полностью согласна с тем, что, конечно, по приказу все должно выполняться в специализированном учреждении. Но на примере нашего региона мне хотелось бы сказать о том, что, например, тонкоигольную биопсию под УЗИ-контролем в нашем городе делают два учреждения. Это центр имени Симашко и еще одна частная контора. В онкодиспансере делают вслепую. Далее. Онкологические операции, например, при гинекологии. Мы делаем лучше, чем онкодиспансер. Мы не суемся туда, где мы делаем хуже. Естественно, у нас, например, нет каких-то специалистов. Мы не оперируем щитовидную железу. Но если учреждение имеет лицензию, есть специалист. А что такое лицензия? Это оборудование и специалист. Поэтому, если где-то можно, надо сделать там, где лучше больному. Нужно думать не только об исполнении приказов, но и прежде всего о пациенте. Где ему лучше окажут помощь, там и нужно ее делать. Вот я глубоко в этом убеждена. Приказы, конечно, мы все их выполняем и стараемся выполнить. Но очень часто бывает, что учреждения соответствующего профиля, ну, вот при равных лицензиях, и там лицензии и тут, но иногда кто-то, где лучше, туда и надо идти. Вот и все. Правильно. Да, это уже другой вопрос. Все правильно. Но главное, вы подчеркнули, лицензированные учреждения, это если ЦРБ не лицензировано на онкологическую помощь, там и не следует проводить данное лечение. Бывают случаи, ургетные хирургии, и так далее, мы говорим о щитовидной железе, это плановая хирургия. ЦРБ не опускаться, а то мы так еще на участке. И радиологи еще хотят в организацию внести? Ну, давайте, давайте. Они здесь не слышат. Ну, 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 давайте, да. Знаете, есть такой, есть такой у нас известный в узких кругах доктор Ванушка из эндокринологического научного центра, который однажды заявил, что вот подготовить хирурга, это да, а вот радиолога подготовить, это, ну, так легко. Значит, одно слово по поводу того, где, кто и как должен оперировать. Ну, вот в этом плане, знаете-ка, в 96-м году я попал первый раз на заграничную стажировку во Францию и увидел там, в общем-то, парадоксальную, наверное, для нас систему, когда доктор, допустим, Жак передавал пациента доктору Жану в следующий этап. один соперировал, второй провел радионуклидную терапию и там третий, допустим, там доктор Люси уже занималась пациентом как в качестве эндокринолога. Кумовство какое-то, на первый взгляд, а с другой стороны, это абсолютно четко работающая система, то есть пациент, ну, что называется, под присмотром, он под приглядом, в отношении маршрутизации пациентов и назначения таргетной терапии. Больная мозоль. Можно включить презентацию? Еще одну? Я, ну, два слова, уж скоро меня допустили, но потерпите еще минут пять. Вы столько слов сказали сегодня, что тут... Значит, в свое время, когда мы начинали эту тематику по внедрению Никсовара для лечения дифференцированного рака щитовидной железы, собралась группа товарищей в виде экспертного совета, и вот там мы поднимали вот следующие вопросы. Соответственно, договорились о том, что вот надо назначать таргетный препарат. Кто должен этим заниматься? Федеральный научный центр, онколог, соответственно, кто, где и как? Это вот тот вопрос, который я задавал, и вы позволили отнести это в плане дискуссии. Вот ответ на этот вопрос. Где ответ на этот вопрос? Вот вам иллюстрация того, что существует в Обнинске. Это реальная картина. 96-й год, 2013-й год. У нас на каждого врача приходится в среднем 300 пациентов в год. Соответственно, где связь между федеральными центрами и региональными центрами? Она отсутствует. То есть, это вот пациенты, которые мы назначаем таргетную терапию, имеющую массу побочных эффектов, требуют постоянного контроля. Я вот при всем уважении не смогу, допустим, этих пациентов отслеживать ежедневно, как лечащий врач. Это, во-первых, не моя задача, но это моя боль, потому что я отправляю своим назначением пациентов по этому маршруту. Пока этот маршрут не определен. Вот Сергей Олегович говорил о том, что мы пытаемся создать национальный канцеррегистр по резистентным к радиоактивному йоду больным, так же, как у пациентов с медулярным раком. Так я вас уверяю, что их будет не на порядок больше, их будет гораздо больше. И вот тогда мы наладим, может быть, и связи между федеральными центрами и региональными какими-то центрами, и определимся, кто это должен. Вот с моей точки зрения, все-таки тема ближе гораздо химиотерапевтам, чем радиологам, хирургам или онкологам общепрофиля, который сидит на приеме в поликлинике где-нибудь в той же самой ЦРБ. А про ЦРБ, кстати, знаете, некоторые ЦРБ оснащены компьютерными томографиями, которые не имеют наш федеральный центр такого уровня. Спасибо. Андрей Алексеевич, чувствуется, что радиологи не знают организацию здравоонкологического помощи в России, в Советском Союзе, потому что мы часто говорим, существует стройная система онкологической службы, и там прописано, кто за кем и что должен смотреть. Поэтому, нет, но это надо посмотреть, вот в тех же документах ушли вот с этого, которые издобалчисов и так далее, и так далее, там все совершенно четко прописано. Если, чтобы не задерживать вас, я предлагаю такую вот мысль. Мы по второму вопросу, если круглый стол не будет, мы принимаем решение, все больные раком щитовидной железы должны по возможности лечиться в онкологических учреждениях, где есть возможность выполнения адекватного лечения с применением химии, лучевой терапии. Здесь не вызывает сомнений вот это. В то же время, мы допускаем при наличии крупных центров, где имеется специалисты, где имеются соответствующие, как вы сказали, лицензия на выполнение в том числе лечения онкологии. У нас в Петербурге, я не знаю, я думаю, в Москве тоже во многих крупных стационарах они лицензированы как онкологи. Там есть работают онкологи и так далее. Ну, можем ли мы Замире Хметовне или Леонид Михайловичем какие-то претензии предъявить к центру Пирогова, где прекрасные морфологи, где консультируют наши онкологи, которые всю жизнь занимались раком щитовидной. Наверное, это можно. Но, учитывая то, что здесь говорилось о том, что хватает хирурги и иногда оперируют без морфологической верификации, скорее даже цитологической, но так, если конкретно, мне думается, что специалисты все-таки считают, что эти пациенты максимально должны курироваться онкологами. А вот все больные раком, вот то, что вы сказали, они всегда наблюдаются. И районный онколог, или там региональный онколог, он должен направить, он сам имеет возможность какую-то химиотерапию, но если есть необходимость химиотерапии, он направляет в диспансер онкологический, это как правило, или институт, скажем, в больших городах в Москве и так далее. Если вы не будете возражать против того, вы согласны вот такой? Так оно должно и быть. Мы только не ответили. А мы подтверждаем, что так оно и должно быть. И такая организация составлена еще. Вы только не ответили. Да, да. И спасибо. Мы переходим к последнему очень интересному вопросу, на который нам все ответит Светлана Анатольевна. Идет вопрос, он фунгурирован достаточно так интересно. Доступность фармпрепаратов, способы преодоления вот это особенно трудностей, в том числе представителей компании. Вот, Светлана Анатольевна, Проценко, заведующая отделением, не представитель фармкомпании, если кто-то не знает. Я услышала боль в выступлении Андрея Алексеевича и полностью его поддерживаю, потому что вопрос обеспечения препаратов, он не решен не только в нашей стране. Я вам процитирую высказывания специалистов ОСК, которые еще много лет назад сказали, что ни одно государство никогда не сможет обеспечить полностью запросы здравоохранения, тем более сейчас при появлении дорогостоящих препаратов, которые съедают весь бюджет. В настоящее время в стране все знают, что сосредоточены средства по месту жительства. То есть, что выходит на самом деле? То, что как раз Андрей Алексеевич говорил. Препараты назначаются, делает назначение доктор из федерального учреждения, специалист, а больной уезжает дальше по месту жительства, получает ли он препарат, не получает ли, остается на совести тех специалистов и чиновников, с которыми ему приходится общаться, и в дальнейшем нужно за больным наблюдать. Так вот, здесь уже зависит от того, какая связь у нас с больными есть. Первое, потому что надеяться на специалистов по месту жительства, ради Бога меня простите, не всегда приходится, потому что если и мы-то маленький опыт имеем применения таргетных препаратов некоторых, то уж по месту жительства, поверьте, совсем никакого. И выходит, и выходит, больных отговаривают, звонят, наверное, я не скажу, не открою вам секрет, наверное, ко многим, наверное, звонили и представители властей из городов и говорили, что стоит ли назначать то, что вы сделали, в разных формах. Поэтому, да, поэтому здесь существует, наверное, мнение врача каждого, и если считаешь, что это действительно надо, наверное, свое мнение все равно нужно иметь и его отстаивать. Но с больным, вот у нас, я просто скажу конкретные примеры, на Никсаваре больной уже находится у нас несколько лет, он страдает не раком щитовидной железы, а раком почки. Он приезжает к нам из Брянска с завидной чистотой, такой, которую мы ему рекомендуем, потому что препарат он выбивал достаточно долго, несколько месяцев у себя по месту жительства, у него хороший эффект, он его получает, но приезжает обследоваться и консультироваться к нам. Да, есть телефоны, по которым он может позвонить, сообщить о каких-то проблемах своих, но за столько лет уже, конечно, отработанная стала система, и поэтому мы знаем, а то, что касается вот новых препаратов, которые у нас появляются, это, конечно, уже головная боль, я думаю, что будет учреждение, которое назначает, скорее всего, так, потому что иначе это не скажешь. Надеяться, что нас будут обеспечивать лекарствами, думать уже не приходится, в силу разных обстоятельств и тех конкретных ситуаций, которые сейчас находятся. Вот и все. Находить спонсоров, находить, наверное, какие-то другие пути, и для России, конечно, выгода определенная от клинических исследований, которые в настоящее время пока еще идут, надеемся, что они будут идти, но по раку щитовидной железы, насколько я знаю, их было совсем немного, у нас в настоящее время, а сейчас, например, их нет. У вас есть. Но я завидую за вас. Спасибо. Я хочу, как бы сказать, поделиться мнением главного химиотерапевта нашего города, профессора Майсейенко, когда он, понимая, что денег, выделяемые на бесплатные препараты, не хватает, и он считает, в первую очередь, мы должны обеспечить больных, онкологических, те, когда химиотерапия является единственным способом излечения больного. Это лейкозы, это лимфомы и так далее. На втором месте это пациенты, которые доказана эффективность химиотерапии при определенных, так сказать, стадиях распространения, но это не является, так сказать, главным, так сказать, лечебным подспорьем. И на третьем месте, и тут, к сожалению, мы должны отнести щитовидную железу, это остаются те, где химиотерапия, эффективность ее, ну, не доказана достаточно. Но я думаю, что Светлана Анатольевна, она понимает, что именно в третью группу относится рак щитовидной железы. Но в принципе, если говорить по большому счету, наша система государственного обеспечения химиопрепаратами, она никогда не будет эффективна. Здесь есть злоупотребление и так далее. Я, это не для протокола, во многих странах поступает пациент с тем или иным заболеванием и смотрит его полис, ну, его страховку. И вот говорят, ну, это мне рассказывали в Канаде, у вас рак, распространенный рак легкого. Мы вам по вашей страховке можем провести этот опозит с платиной. Больше ваша страховка не тянет. Хотите, это вам надо уже доплатить, так сказать, все. Поступает другой пациент, смотрит, мы можем вам предложить самые современные, там, токсаны, гемцитабин и так далее. К сожалению, это очень больная тема, и в отношении рака щитовидной железы сегодня рассчитывать на реальные пособия государства в отношении этих новых, ну, более-менее эффективных препаратов на сегодня не приходится. Это мое мнение. Может быть, я ошибаюсь. может, доживем еще немножко до того, что и будут страницы получим. Да, коллеги, я все понимаю, у нас по количеству оставшихся в зале людей можно сказать, что мы рабочую неделю это уже должны закончить. Еще раз от круглого стола, от имени дирекции и профсоюза и партнерии, ой, партнерии, справедливой Россией. Хочу поблагодарить. Почему? справедливой Россией, скажите. Нет, извините, я как бывший член ЦК КПСС, я иногда заговорю, но это бывает, за это сейчас не привлекают выловно ответственности. Спасибо вам за то, что мы прослушали очень интересные доклады, очень интересные высказанные мнения. Ясно одно, что рак щитоведной железы очень интересная проблема. И это количество различных форм морфологических, это трудности диагностики и лечения. Сегодня мы послушали разных представителей с спасибо различных центров. И я думаю, что мы все, вот я, честно говоря, давно, и я получил сегодня очень интересные данные, о которых я не знал, и сижу, и даже не засыпал. спасибо. Если, вот, мне бы хотелось, чтобы я не узнал первого, может быть, что-то еще... Я хотел поблагодарить оргкомитет, руководство НИИ и онкологии за приглашение. Я с удовольствием его принял и с удовольствием с вами встретился. До будущих встреч, спасибо за долготерпение и за хорошую совместную работу. Спасибо. Спасибо всем большое. И очень хорошо, что есть люди, которые работают в этой области, и у нас есть возможность обмениваться информацией. Абсолютно согласен с Алексеем Степановичем в том плане, что кое-что мы услышали и новое сегодня. Я, например, не знал, что у нас так много теперь центров по лечению радиоактивным йодом. А то, что Санкт-Петербург будет нагонять, ну, нам тут обещали из центра имени Пирогова. Так я понимаю? Всего самого хорошего. И давайте в основном с оптимистическим посылом будем идти дальше по жизни. Спасибо. Мы оптимисты. Спасибо.